Всем привет! С вами Наталья. В сегодняшнем видео мы приготовим с вами легкое домашнее мороженое. Оно будет из йогурта, пастилы и киви. Этот рецепт я придумала сама, совершенно случайно. Сегодня лежа на диване. В общем, если вам интересно, то поехали! Итак, я приготовила все, что нам понадобится для нашего мороженого. Как вы видите, конечно же, это пастила. У меня она ванильная. Я взяла два киви и вот такая специальная формочка для нашего мороженого. Кстати, одна у меня с дырочкой, поэтому ее использовать я не буду. Также у меня здесь есть йогурт, нежный йогурт. Ну и я приготовила ложечку столовую. Она нам понадобится. Конечно же, ножик, разделочная доска. Я приступаю к работе, так скажем. Для начала я вскрою пастилу и очищу наши киви. Киви, кстати, какой-то жесткий у меня. Я надеюсь, что все будет нормально. Я, кстати, снимаю немножко против света, потому что... Как вам объяснить почему? Потому что я не знала, где еще разделывать. Поэтому если кто-то подумает, что там темно или что-то, у меня не было другого выбора, где снять. Я это делаю пробное, так скажем, видео с такого ракурса. Посмотрим, что из этого получится. Киви нужно нарезать помельче, как можно более маленькими и тоненькими кусочками. Итак, получившуюся нарезанную киви я пока что убираю в мисочку, чтобы они нам не мешались. Я, в общем, думаю, что нам для моего мороженого хватит даже одного киви. Пастилу я, наверное, буду резать вот так пополам, половинки еще раз пополам, чтобы были четвертинками. И уже маленькими квадратиками я нарезаю пастилу. Теперь, походу, будет, наверное, самое интересное. Я буду накладывать нашу пастилу и нарезанные киви в маленькие наши баночки для мороженого. Для формочки, формочку для мороженого. Йогурт я уже открыла, у нас вот такой-то розовенький, с соком клубники и все такое. В общем, я, знаете, как решила делать? Я решила чердовать. Либо у меня будет пастила с самого кончика, либо у меня будет киви. И я чередую в зависимости от того, как я хочу сделать наши мороженки. Первую мороженку я хочу сделать с киви, а вторую, пожалуй, на макушке будет у нас с пастилой. Так, далее я начинаю наливать йогурт. Кстати, хорошо, что он более-менее жидкий у меня. Так должно все протечь до момента, до какого нужно. Ну, в смысле, пропитаться должны и наши киви, и пастила. Также для того, чтобы наверняка йогурт прошел к киви и к пастиле, я немножечко смешиваю палочкой. Дальше я снова делаю по слою, где у меня снизу был киви, я туда кладу уже пастилу. А где была пастила, я кладу киви. И, кстати, немножечко утрамбуйте, чтобы ваше мороженое было поплотнее. Ну, теперь остался последний штрих, что мы делаем. Это снова заполняем йогуртом наши верхние места. Вы делаете это поплотнее. Я, в общем, разложила йогурточки. Теперь дело осталось за малым. Это мы втыкаем шпажки для держания мороженого. Здесь, по-моему, мало йогурта. Что-то как-то не крепится, оно хорошо. Еще немножко йогурта. Теперь я убираю это в морозилку. Наверное, примерно на час, на два. Я пока что точно не знаю. Я вам поделюсь, потом скажу, насколько я убирала в морозилку. И, кстати, хочу сказать, что я постараюсь в описании этого видео оставить ссылочки, где вы можете заказать тоже формочки для мороженого. Я постараюсь найти на Алиэкспресс. И то, что найду, я размещу. Это никакая не реклама, это я сама просто специально вам поищу, чтобы облегчить, если вы хотите повторить что-то подобное дома. Я вернусь к вам совсем скоро. Итак, настал момент истины. Мое мороженое готово. Оно пролежало в морозилке, вы не представляете, 3 часа. И хочу сказать за счет того, что у меня йогурт все-таки достаточно жиденький. Они немножко разваливаются в местах, где мы очень много наложили, в общем, начинки. То есть, где киви вообще не разваливается, но где пастила немножко есть. Вот на этой, вот этой мороженке особенно плохо, а остальные просто шикарно. Я, кстати, одну уже съела, попробовала, это очень вкусно. Поэтому обязательно попробуйте дома такую мороженку сделать. Я уверена, что вам понравится. И это довольно-таки диетическое блюдо, если это можно назвать так десерт скорее, а не блюдо. И пишите свои комментарии по поводу, какое бы еще мороженое вы хотели, возможно, увидеть в моем исполнении. Буду рада всем комментариям, обязательно все прочитаю. Если вам понравилось это видео, то ставьте большие пальчики вверх, мне будет очень приятно. Ну и на этом я буду с вами прощаться. Мы с вами увидимся совсем-совсем скоро. Пока! Не знаю ничего. Крутое. Я снова жжу на камеру. Субтитры сделал DimaTorzok